Встреча с Владимиром Ткачук Встреча с Владимиром Ткачук Встреча с Владимиром Ткачук Встреча с Владимиром Ткачук ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выключай. Выключай, пожалуйста. Выключай. Кто это, стал второй раз капитаном? Один раз у тебя был, да? Каково это что-то? Да, я говорю, ничего не поменялось. Само так же. Играешь, подпадриваешь ребят, в принципе. Почему только концовки начали играть? Да, я бы не сказал, что только концовки. Просто были моменты у нас. И 5-4 было. В первом периоде тоже 4-3 играли, и 5-4 забили просто. Если забили, игра по-другому не сложилась. То есть 0-4 это случайность, которая была в третьем периоде? Ну, случайность, я говорю, это как бы все накопилось, что забили голы, когда получили все, я ворота, шар. Концовки могли вытащить, да? Да, потому что 6-4, вот этот педан попал, такой тяжелый бросок. Да, могли, конечно, получиться. Вначале забирали. Почтите разборную, вообще карантин. Конечно, молодожные, мы в Олимпийскую ездили. Ну, а в первую, это новая мотивация, вызов новая для тебя, да? Конечно, что, буду стараться, посмотрим, как там все интересно. Как в первую очередь. События ваши, что вы всем забрасывали? Спартаку уже никогда с их колени не забрасывали. Еще изболеете за футбольный Спартак? Как-то это все взаимосвязано? Конечно. Ну, наверное, так получилось, что не мог забить, наверное, какая-то... Ну, все равно, любовь к футболу, а не к хоккейному клубу у Спартака. Поэтому, ну, все равно, приятно видеть болельщиков. Видно, как они болеют классно. И даже, она вроде чужая команда, а болельщики... И, в принципе, и за футбол, и за хоккей у них болеют. Ну, офигенно. И хорошо, что получилось забить. Теперь всем клубом уже в КХЛ. Приятно. Приятно все-таки, что победа, потому что в последнее время так что-то поражение много, вот это все разговаривали. Сейчас так глоток свежего воздуха, да? Ну... На второе место, на третье место вышли. Магнитку и Омск пошли. Да, ну, как бы в таблице не смотрим. Наверное, больше внимания обращаем на свою игру, потому что впереди очень важные игры, и нужно наладить. И даже сегодня вроде играли неплохо, без каких-то там оплошностей. Но, опять же, могло все перевернуться и вести 4-0 в третьем периоде. Я не знаю, такое бывает, может, раз в год у какой-нибудь команды. Мы опять позволили себе там на нервах, но все-таки довели мыть до конца. Но, все равно, победа, да, неплохо, но пока еще далеки от своей лучшей игры. Тебе пузолка им нравилось, нет? А это мне Савин подарил. Да? Не, паука. С ЦСКА было 20 минут штрафа, сегодня всего лишь 8. Это соперник позволял играть? Или все-таки был сделан после того матча акцент на то, чтобы меньше удаляться? Ну, мы каждый матч разговариваем об этом, потому что мы там вторая команда, которая удаление. Не знаю, почему поделать с этим не можем. И вроде пытаемся не удаляться, но все равно что-то происходит. Был урок, может, у нас какой-то. Может, ну... И другая версия, что мы физически проигрываем, и приходится где-то удаляться, не дорабатываем. Как, так скажем, вот тебе, пожалуйста, 2 минуты и все. Ну, вот второй матч подряд уже в концовке матча удаления. Это случайность, совпадение или именно то, что сил уже не хватает? Да нет, ну, опять же говорю, разговариваем, что вообще не то, что в конце, а вообще как можно меньше удаляться дисциплинированно, потому что вообще взмутимо такие удаления, и там может стоить вообще вылета. Поэтому разговаривали, и перед матчем сегодня разговаривали, что как бы не складывалась ситуация, ну, дорабатывать ногами или там, не знаю, не цеплять. И опять же, там привезли в конце удаление, и все продолжается, поэтому будем об этом также разговаривать. Спасибо. Ну, мы, в общем-то, серьезно готовились к этой игре, и, в принципе, в 2-3, вы играли достаточно аккуратно, строго, и таких серьезных припосылов не было. Вот, вот, затем допускали, допустили ошибки, наверное, с транса победа ушла, прочитали 4 года, и, значит, допустили, что это не нужно решать. Вот, поэтому будем поправлять свою игру и готовиться к этой игре. Спасибо. Игорь. Погода поздравить вопрос с победой. Судя по статистике, и по броскам, и по блокированным броскам, и по сбрасываниям, и по счету смотришь, вроде как, если кто-то не смотрел, это вроде такая равная игра, вроде бы не была. Но, на самом деле, мы выкачали в одну и другую сторону, мы сделали две ошибки, а Барс использовался этим. Вот, ну, а там уже, конечно, полетели в третьем периоде, которые хотели забить, пропустили третий, третий гол, ну, как и приличный бросок был, ну, и в меньшинстве этот гол у нас немножко под ломет. Но, тем не менее, тем не менее, ребята не упали духом. Последние шесть минут у нас такие были интересные, как и для нас тренера, мне кажется, для болельщиков, которые вцепляли духом, вроде, почувствовали, потому что есть шанс зацепиться. Ну, в принципе, он был, был виталей, не шесть на четыре. Игра, конечно, складывается в ошибках, кто меньше ошибок делает, кто их реализует, кто их выигрывает. В принципе, вот так и получилось сегодня. Спасибо. Спасибо. Ваши вопросы, Харили. Спасибо. Ваши вопросы, Павел. Ваши вопросы, почему сегодня не заменили все-таки под Япольского, не было бы риска, потому что показалось, что он поплыл немножко, впустил прям три подряд, не было бы желания его заменить. Никаката, не было бы желания. Не было? Не Марков? Вот, значит, Марков вернулся. Ну, стрелял робот, то есть, уверен. Струб. Довольно. Следующий вопрос. Иван Сергеевич, а у вас Зубов и Кутейкин? Ну, Зубов приболел, температура у него дышится выше 57. Мы пытаемся приоритетировать кутейки, сделать операцию, потому что в ближайшее будущее, конечно, мы не увидим в рядах. Посмотрим, как дальше будет продолжаться. Подошел к концу этот напряженнейший матч. Камбэк не состоялся, но московская команда была очень близка к этому. Не хватило, ну, я не знаю, совсем немного, но пидан своим таким тяжеленным броском все-таки решил исход встречи и поставил, скажем так, точку, потому что уже после этого за буквально 15 секунд отыграет две шайбы. Ну, это анрео, что называется. Но, однако, Спартак показал, что у него есть характер, на котором как раз-таки он может играть, потому что буквально за последние 4 минуты 3 шайбы Акбарсу забросить. Ну, далеко не каждая команда в состоянии такое сотворить. Ну, что еще? Стоит отметить болельщиков, которых сегодня было больше 11 тысяч и которых было слышно, причем иногда даже создавалось такое впечатление, что мы в Казани, потому что болельщиков Акбарса, ну, особенно когда была заброшена первая шайба, я даже в какой-то момент испугался и я не ожидал такого количества этих самых болельщиков. Ну, конечно, москвичей тоже было слышно очень прекрасно. Эта победа позволила Акбарсу переместиться на третье место в турнирной таблице на Востоке. А вот у Спартака есть определенные проблемы, ну, потому что если они продолжат выступать в таком же духе, то выходят на локомотив, с которым будет, ну, архисложно сражаться в плей-офф. Ну, вот зато они борются с Динамо, у которого тоже сегодня был матч 0-3 Адмиралу, и это вызывает вопросы определенные, потому что все-таки динамовцы тоже играли дома. Ну, однако, они находятся на три очка выше, чем красно-белые, но эта битва продолжается за максимально высокое место в плей-офф. Ну, опять же, в контексте того, что максимально высокое пятое или шестое, потому что вопрос здесь стоит только в том, кто будет выше, Динамо или Спартак. Ну, и на этом мы заканчиваем наш репортаж. Увидимся на следующих матчах.